девочки всем привет я вернулась заметно вчера просто написали мне с возвращением оксана кто-то спрашивает а куда она пропадала выезжала и не один такой комментарий был девочки я неделю болела представляете комментарии были такие что типа я все читала девчонки но я читала по мере сил возможности комментарий был такой что типа третий влог или четвертый блог убираешься в сарае я убиралась один раз там один день это было неделю назад когда я поехала одна там убираться просто так получилось что когда я дачные влоги снимала один день второй день я их выкладывала потом один день а один день пропустила потому что мы на даче были не смогла загрузить мурлычи то вы понимаете а кто кстати помнит на мне вот вот у меня вот этот вот платье это парад на выходной ты на даче нашла просто коробка сверху лежала я смотрю о знакомая рассветочка надо взять надо брать и все нормально там не пятен ничего немножечко может быть светлее стало мне даже нравится что она не такое ярко не такой насыщенный как синяя была из василька ну в общем что я хочу сказать так получилось девчонки что видео у меня были и они были длинные я же не специально вот так вот снимала и там еще даже много чего не вставила ну там одно и то же повторялась поэтому да я вот поехала на дачу с сырой головой и я убиралась в этом сарае соответственно я не ощущала что ну мне было жарко и как бы ну жарко было жарко было нормально но с сырой головой это еще в машине то ли с кондиционером то ли с открытым окном я не помню ну в общем девочки настоящий день я снова приехала на дачу я хотела покрасить потолок все таки у нас кстати подтекает крыша сейчас дожди начались сильные сейчас расскажу и вот на белом как раз таки видны и подтеки на белом потолке который в комнате а вот в кухне не видно капает они понятно откуда вернее там капала лишь запенил крышу делать надо это мы знаем ну как бы блин вот подставляем там ведра что-то миски тазы и значит что хотел покрасить потолок хотела собрать ягоды и представляете я приехала у меня слабость ну думаю блин просто спать хочу не выспалась потому что в ту ночь я поздно легла считаете там торт я делал в два часа ночи потом стала в шесть белье постельно постирала чтобы на дачу забрать его повесить и в общем в итоге я приехал на дачу повесила белье и сидела его сторожила серьезно я не могла ничего делать я думал ну просто может быть как то так а я вот заболела к вечеру у меня покалывание началось у губы я помазала завираксом я знаю что вы мне сейчас скажете про цикловир про таблетки про мазь я это все знаю вот но у меня как либо вылезает простуда где-нибудь под носом на носу на губе на губе никогда не вырезала вот где-то здесь сверху либо же я заболеваю я помазала завираксом в общем ничего не вырезала но зато у меня на следующий день слабость еще больше я есть ничего не хочу я беру температуру 37 метре очень 37 метре у меня держалась три дня ну дебильная самая вот когда 38 38 и 5 по крайней мере ты как-то что-то делаешь да тебе как-то плохо ну делаешь все нормально а тут вообще вообще никакая была вот я максимум что могла монтировать и выкладывать я снимать вообще ничего не могла вот я не могу закрыть окно девочки потому что очень жарко ну солнышко светит сегодня погода такая прохладная градусов немного но солнечно хорошо пью вот вчера пять литров воды купили нам осталось меньше половины но продащики печеную пью вот а потом значит в пятницу мы собрались ехать на дачу потому что хорошая погода в субботу обещали дождь поехали на дачу и субботу шикарная погода я говорю ну чё поехали домой а все все начали ирина соседка все начали говорить оксана ты чё последние дни хорошие там будет дожди давай оставайся а погода шикарные дети мы просто вообще они только ну на площадке там бегали я узнаете фенюшу схвачу поцелуя арсений подойди подойди пытаться поцелуй а он ну в общем короче прямо детей практически не видела так вот только чтобы покушать быстро быстро на ходу бегом вот ну хорошо провели время и очень в субботу тоже а вот у нас приехал звонит мне телефон говорит вы на даче на даче но мы собирались домой ехать она говорит я уже к воротам подхожу открывай я думаю что на пятницу приедет я спросил нет может быть завтра но я думаю что завтра как раз таки сюда я бы ты заранее только позвони мы высокому доводь приедем она приехала сама на дачу и я ее уже в ворот встретила и очень много ты хочешь остаться она как я не против погода хорошая а я вот была девочки против против почему потому что я понимала что ну ночью показывает дождь в общем ладно мы посидели были в гостях у ирины потом они пошли в баню лежа соседи по ну с ее сыном попали из бане мальчишки мои сходили федя попарился арсений нет как и я это очень жарко я как не хотела вообще классно посидели девочки я ела ну естественно я ела знаете что вкусные вкусные огурцы огурцы вот сейчас попросила рецепт мне скинули еще не смотрела в общем надо будет сделать не соленые огурцы они там вареные говорю прям грибы грибы соленые грибы скажите мне какие-то в каком-то сметанном соусе ну тоже из баночки такие вкусные это делала общем иринина родственница но она же работает в областной больнице и вы представляете когда я сфере простите когда я сфере после роддома нас положили в областную она на этаже заведующая или главная старшая медсестра или заведующая но не отделением нет 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 в общем наверно старшая медсестра такая она меня восхищала в то же время подбешивала строгая и когда в итоге вот это сколько четыре с половиной года назад как раз они пришли на дачу я думаю где увидела где я увидела она в белых штанах белой рубашечки и потом я говорю там то там там да я говорю все понятно вот она готовила как раз так и что и в общем меня уболтали лёша поехал домой покормила риску покормил дэйзи и мы остались на даче да и в итоге когда эти уже девчонки все пошли на но это в баню мы пошли к нам василина мама была ну а то что там сидел а потом пошли к нам василин папа пришел ребята вам привет если меня смотреть потому что я не говорила и название канала блин а в итоге василина говорит а моя мама тебя смотрит я думаю я не говорил я точно знаю что не говорил агро как набрали оксана воронина и сразу же это а я говорю когда я-то тебя так давно набрала а потом горит зашла мне мой телефон сел зашла закладывать нос а до этого знаете как ручьем текло три дня блин я чихала у меня сопли текли такое ощущение что блин второй раз я уже по второму кругу пошла единственно что не болела так голова как она болела не ломила ноги вот и она говорит у меня когда садится телефон я мамин беру я захожу смотрю твои видео вот и тут естественно и память сказали и папа тоже стал смотреть их папа вот и в итоге представляете у меня мальчишки пошли спать века тоже уже пошла спать и мы уже собрались расходиться как начался ливень вообще какой начался ливень это просто что-то с чем-то ну просто вообще очень ждали у нас тент он так вроде бы не течет и плюс деревья но там есть места которые ну подтекают ну там они просто лились понимаете вообще в общем в итоге папа ну не собирался ночевать на даче они с веселином должны были вдвоем ночевать а тут и папа естественно остался а спать у них только одно спальное место и я им дала раскладушку на мешок как раз достала мешок раскладушку там на раскладушку что постелить там постельное белье в общем короче а в василине отдела этот пуховик свой синий он как раз ее закрыл почти до низа с капюшоном у меня еще капюшон застегивается так далеко ну прям до сих пор потом можно завернуть его но очень нормально ребята ушли вот видите раскладушка все пригодилось так что в старое у меня осталось все самое нужное да потому что нет вот вы услышите организации нет будут полки плюс 45 мешков с опилками один мешок с камнями это все ну рассосется вот потом то что там стоит это все уйдет там в декор куда-то чего-то все оставила нужно девочки выбрасывайте у себя если я себе оставил значит я оставил причем мне там оксана выброси это оксана выброси то оксана ты же за минимализм оксана за это девочки я хочу чтобы у нас в квартире я вчера мина я отвечала не я хочу даже не одна я хочу сейчас поправлюсь так то ладно у меня мысли такие а я лёжа что говорю но вот он тоже он он не любит хлам вот ну реально это я больше не даю ну вы наверное даже поняли для выбрасывать потому что у меня есть нам много на что видение свое да я знаю что можно какой-то вещи дать вторую жизнь а не покупать что-то и я короче говоря говорю тебе нравится наша дача вот многие сравнивают там уверенно дачи вообще прям классно красиво отдыхать мне не нравится уверенно дача вам искренне честно говорю я это вере говорю поэтому я могу себе позволить вам это сказать мне не нравится потому что пусто не то чтобы как объяснить пусто это хорошо когда чист а мне хочется вот этот природный стиль деревенский дачный прямо блин дача дача вот понимаете вот не заваливание закламлено а чтобы цветочков много было визуально мне картинки нравится смотреть не к вере нравится приходить вот это все видеть но я себя это не вижу я не хочу я хочу чтобы у меня дома было все в моем понятии современно да и лаконично кто-то мне говорил что лаконично это кроткое кротко кратко кратко емко там это да все что угодно может быть лаконичный дизайн лаконичный торт лаконично это ну загуглите забейте и в общем это не только слово это видение чего-либо ну стиль что угодно короче и мне хочется чтоб дома была была одна обстановка а на дачу полностью кардинально другая не современно а так вот по-домашнему уютно как нам нравится не как блин кому-то как нам нравится поэтому вот так и что значит в пятницу это мы забрали детей из сада вот как раз потом поехали на дачу это я перепрыгиваю девочки подождите я продать не договорила очень хорошо посидели все замечательно вот что я не хотела оставаться еще один день потому что я знала что будет дождь и вот когда просыпаешься с утра и идет дождь девчонки это настолько отвратительно туалет на улице да я понимаю там не бью только вот этот в это ведро сходить допустим я не хожу меня ходят дети когда вот в доме чтобы не бежать под дождем вода там воды не но это это неудобно это вот в дождь вообще на даче неудобно вообще что-то помыть это короче неудобно ладно если еще мыть выливалась бы куда-нибудь а у нас в кухне сделала так чтобы ты ничего не выливалась приходится постоянно кольцо бегать потому что мраками стоит не люблю в такую погоду а потом как начало разгуливаться девочки ему домой уехали вчера наверное 6 часов вечера вот приехали домой поужинали потом вика пошла домой а мальчики ее до помойки проводили и вернулись но не надо меня провожать там я щас быстренько ну в общем вот потом что помылись побрились как обычно и федя сегодня пошел с утра в сад а арсений нет почему что там случилось почему там сигналит а потому что арсений две недели сидит дома на карантине у них группа в группе заболел мальчик ну понятно да заболел мальчик мы сделали экспресс-тест соответственно у него подтвердился и группа на карантине федя ходит сад потому что врач сказала да ну он он не контактировал он в другой группе федев сад ходит и вы представляете девчонки вот у меня сегодня сегодня понедельник а у меня сегодня я не знаю настолько соскучил за эти дни по своим детям ну плюс я вот эти три дня у меня просто вот именно простуда было с меня текло и я и как бы сик себе то особо не подпускала я так соскучился говорю федю я успевал там где-то что-то обнять переобнять перехватить поцеловать или там заставить переодеться а все не сам одевается а федя ну как бы пофигу и ладно я его хватало и вот сегодня у меня такая думаю влог снимать мне есть вам что рассказать что показать у нас же стол мы неделю живем со столом девочки мы неделю живем стал ничего пока не буду говорить ну буду допустим завтра покажу забегая вперед у меня нет больше моего рабочего стола я созрела распилили эту верхнюю крышку завтра расскажу не без проблем естественно причем это делали лёша возил чтобы распилили ну скажу ладно ну так двух словах вот метр сорок крышка и и надо бы распилить на две части одинаковые девочки одинаковые просто пополам лёша написал на малярном скотче прицепил на какой размер пилить и закромить и а он торопился перед закрытием ну как не то что он торопился он торопился сам по себе принципе ему надо больше мальчишек забрать это было в четверг девочки он приходит значит ставить эти доски ну две я такая говорю ну все сделал сделал сколько заплатил 300 рублей нормально ну как бы нормально нормально получилось две должны были получиться одинаковые эти детали фигушки и она поворачивается горящая не разного размера я что знаю какой размер нужен был он в смысле разного я говорю да в прямом он подходит смотрит а там вот такая разница то есть они должны быть две одинаковые ну ладно на один сантиметр больше я просто размеры не стал выдаваться вам чтобы не загружать они на 5 сантиметра одна больше другой я говорю что он твою же мать ну как так там туда-сюда вот они я же написал и идеально вот он написал и приклеивал и вот привез две детали на одной из них написано что что должно быть да я стою на это смотрю мне так жалко между этот стол очень нравится но мне сейчас все будет нравится естественно будем работать с тем что есть отпиливать от другого куска смысла нет соответственно надо блин делать то что есть но я приложила подумала покумекала и решила что ну что не делается всех лучших блин да потому что я бы сделала по-другому и риска бы у меня тогда не ей неудобно было бы ходить на свои в свое ложе а здесь будет она через меня ходить а все за это переживала что ей как бы у нас старенькая же у нас уже вот ночи ладно отвлеклась и забыла про что короче сегодня значит мы со всеми вдвоем дома целый день девочки ни разу на него голос не повысила вообще они вот когда по одному они идеальны я вам клянусь они просто идеальны но я думаю что сами знаете у кого несколько детей да и когда вот так ну когда не вдвоем девчонки я не знаю кто в них вселяется они просто не слышу вообще не дурею так что это хорошо потому что им энергию ну нужно куда-то девать свою до будут они в бассейн ходить сейчас акселью дома пока сидеть вот мы решили куда-то еще будут хоть не знаю ну в общем пока пока ничего не знаю пока лето а мы же купили феде этот красный красный мопед мотоцикл то этот вот феди купили ну понятно что вам сейчас его не покажу хотя он у нас внизу не новый на авито но тоже красный был еще зеленый еще зеленый вот ну нормально арсению маловато причем приехал что простите да девочки я закрыла сейчас приду да девочки они пришли попили и я сейчас вышли на улицу я тоже попозже выйду я забыла на чем я закончила и в общем 7 с арсением полежали пообнимались поговорили девочки он сам изъявил за желание заниматься представляете писать пока писать вот и я лене с ульяной уже говорила сегодня он очень аккуратный и вот если не получается он нервничать начинает игры ты не торопись ты не торопись и крутишь и едешь дальше будешь когда мне писали комментарии оксана занимайтесь детьми как раз ты болеешь самое то феди нафиг это не надо сейчас вообще не надо и когда это говорю я его просто это бесит я насильно вообще своих детей заставлять ничего не буду даже уроки учить вот и вам честное слово говорю вот арсений так будет учиться потому что для него важно быть первым простите девочки в общем для него важно быть первым а феди феди так знаешь что он первый ему все равно поэтому вот сегодня он сам он говорит мама давай позанимаемся давай позанимаемся мы позанимаем час наверно занимались потом буквы повторили он знаете как у нет он не все буквы что-то пропускает вот но если на картинку здесь алфавит висит учебники смотрят торопится он как мы это уже проходили они уже заниматься начали мы это проходили и я говорю ладно я не буду вперед баки в пекло лезть ну то есть мне вроде бы тоже хочется есть вернее если мы вот это хочется рассказать без объяснить ну нет я не буду этого делать пусть они идут пусть уйдет своим чередом вот ну потом я пропись покажу когда побольше он там попишет пропись потом еще одна пропись из фикс прайса хорошие прям мне понравились что еще мы с ним компотик сварили значит позавтракали потом пошли погулять сходили в школу в которую он будет ходить потому что я на сайт захожу чтобы посмотреть когда будет подготовительные занятия с какого дня сказали с 15 августа смотрите на сайте нету и там как раз мы ну короче сначала мы зашли вокруг школы прошли девочки не помню что училась училась там не выйду орет арсений зовет блин когда выйду девочки я сейчас выйду сейчас значит прошли на площадку этой школы на спортивную площадку и вот я говорю я не помню она вся заросшая понятно что там покосят ну как заросшие там не по колено но все равно не уютно я хочу сказать тропинок вообще мало но не в этом суть и мерсельник говорит школа какая-то старая а нас внешне она старая но она внешне как-то приличная с той стороны вообще конечно дубиты ладно не в этом суть и я вот не помню но зимой когда мы на лыжах ходили там это я помню ну вот моменты а вот именно летом-то и не помню ну в общем он там покувыркался на турнике и все меток меня напомнила когда мимо турников раньше проходила каждого блин который более менее нормально что по высоте я всегда тоже кувыркалась вот потом нас зашли мы в школу но там охранник женщина она вот на время отпусков так мужчина там и как раз она там была я говорю она меня вспомнила что мы ходили тогда у нее сын тоже идет в следующем году в школу а в этом на подготовительные очень обменялись телефонами я говорю вы может быть раньше узнаете так сообщите мне вот и в общем обменялись телефонами потом наш пошли магазин с ним купили а карачок один завтра на супчик сегодня доедали все то что у нас было вчера сдачи вот ну так чисто символичным картошечка было тоже у меня из фрикадерик был супчик но прямо совсем чуть-чуть я не ела арсений ел что еще было огурчики вот огурчики девочки я же огурчики хочу сделать туплю вообще с памятью плохо стало ладно не в этом суть суть в чем что он взял он говорит мама три филешки я взяла половинку черного городскую и бутылку молока девочки пакет тяжелый плюс ручки прямо режут он мне говорит давай я понесу он всегда предлагает я говорю сынок пакет тяжелый если бы ладно разделить по два пакета но пакет короткий магнитовский они большие длинные да а этот короткий я такая говорю да я сама понесу а мы сюда ходили к дому а туда потому что я еще в кенгуру заходила мне там надо было я сушилку смотрю либо давай на зоне заказать ну или на варуби сюда закладывает и чтобы глубина у нее была небольшая я выбрала сушилку знаете какую 37 сантиметров глубиной 80 ширина у нее и она одна то есть она вот без этих ушек я просто подумала у меня есть на балконе у меня будет это она будет шкаф меня чтобы шкафу была вот эта техническая зона владельная доска же будет утюг стоять робот-пылесос пылесос робот-пылесос наверно не то будет стоять но в общем короче думаю и мало но я так хочу знаете какую сушилку которая вот крепится к стене и выдвигается она небольшая но в тоже вот я вот смотрю думаю может вот под этим вот окном ее сделать 3000 стоит в общем я сначала думаю нет надо вот эту какую-нибудь купить которая глубиной не сильно большая чтобы она в шкаф помещалась если уж совсем мне будет не хватать в зимний период тогда у нас же еще батарея есть в этом в ванной тогда может быть купить все-таки под окном с другой стороны вот эта маленькая она все равно нужна короче очень смотрела в кенгуру сушилки там всякую разную ерунду вот арсений тоже и вот мы несли пакет ну точнее он у него с девочки не неудобно что он тяжелый я ему предложила гадай-ка мне пакет влажные салфетки мне больше ничего не было можно было тряпочку какую-нибудь предложить приняешь влажные салфетки дала у того чтобы мягко было нести и он прям у него с практически до дома представляете потом нашел большой турник как раз он мне нормально ему высоковато сбоку не было ничего на обычно сбоку зарезает и куркается и девочки я впервые кувырнулась ну блин мне так захотелось потому что он кувыркался кувыркался а он бы в кофте снял ее жарко я говорю с ног на солнышке как мне тоже с ними а я была в одной кофте а вот или у тебя там ничего нет мне так нравится что вы знаете он что-то вид красивая он говорит ой мама так красиво вот действительно то что мне нравится я не спрашиваю он сам говорит а еще вы знаете что сегодня сказал он говорит мы мимо клумб я специальные такими ну не по тротуару да просто а вот именно домами чтобы посмотреть цветочки он говорит мама вот и знаешь смотри сколько здесь красивых цветов вот если можно было бы я сорвал бы несколько я говорю что и он не сказал сказал ну я вы думаете он мне сказал я подарю бы тебе нет он сказал он сказал я бы подарил усиление представляете а я говорю ну ладно ну блин ну что вот а еще когда я ему сегодня сказала вот понимаете вот когда это я сейчас вот сегодня у прям кайфовый в каком плане я общаюсь реально с ребенком а вот когда они вдвоем это все быстрее быстрее как-то вот где-то они тоже там и любят говорят все но наедине это все равно все совсем по-другому и он не сегодня значит сказал я говорю в станах иди и в кроссовках не в кроссовках об черном него с красным как они там типа кеды он где хочу в сандалих идти я говорю арсений некрасиво будет в сандали в коричневых вот с этими синими трико ты можешь на дачу ходить там тебя никто не видит а здесь говорю мы идем ну как бы ну некрасиво будет мне сказал там я василина видит представляете вот ну у меня вообще как бы нормально когда они уходу ну вот уезжаем и василина либо с нами едет на ворот либо пешком они идут и она обязательно первая обнимает но это я понимаю что и дружба с одной стороны а с другой стороны нет я ни к чему вообще абсолютно сейчас будете думать что я тут гоняю нет но это так прикольно это так мило вообще вот че что сразу просит или это попить я даю попить он он хочет сильно хочет пить допустим игру это когда его это он на василине сразу 1 блин прикольно ладно не в этом суть как проснуться сразу друг дружку друг друг дружки приходят вот и мы так хорошо сегодня провели время просто просто замечательно я думаю ничего не снимать я вам вот рассказала значит что болела да действительно болела блин это вообще это что-то с чем-то девочки ночью у меня с иммунитетом то я ничего не планирую естественно витамины не было вроде чувствую себя хорошо но слабость у меня девочки такая и остается то есть не такая как я вот когда лежала до туалета еле дошла нет ну вот что-то поделаю мне прямо надо отдыхать как ты дыханием затруднено я не знаю как это объяснить нет это совсем другие вот эту неделю у меня совсем по-другому себя чувствула не как в прошлый раз но все равно достаточно тяжело вот значит это не у нас вот что-то я еще хотела рассказать что а ну блин ну что я вам вот сейчас я вам наболтала да а самое главное это не рассказала не сказала ну ладно в двух словах уже как бы проехали эту тему по поводу дивана соседи наших если уж двух словах я искренне вам говорю что я ничего зазорного в своем в своих действиях своих делах вообще не заметила вот честно не с обоими с этими старыми с чем вообще ни с чем я вам откровенно скажу елена александровна меня тоже отчитала за это девочки у нас у всех свое видение даже вот элементарно стоит яблоко лежит яблоко мы все его видим по-разному поэтому туалет этот ведро туалет я сказала что у нас наш и новый еще один но вы понимаете это лучше чем пить в ямку на секундочку без окон и без дверей вот и меня там конечно начали сразу осуждать критиковать все такое допустимая но я же реально понимаю что с моим мнением не должны все соглашаться понимаете и тут же пишет вот я не хочу я бы не хотела иметь такую соседку и такую подругу которая осуждает сплетничает я осуждала я сказала что я никогда никого не осуждаю вернее я даже не помню что я там говорила но я знаю по факту что я никогда никого не осуждаю я не разношу сплетни я наоборот почему к ним пошла и спросила потому что я не хотела свет погас солнце погасло я не хотела слушать сломанный телефон поэтому я пошла и спросила конкретно у них мне вопрос задали а если бы тебе тебя спросили ты пьешь ли выпиваешь как там да как бы ты отнесла да мне не понравилось бы это нет а у меня такое не спросили объясню почему есть ряд людей у которых это можно спросить я я сразу сказала что они чистенькие аккуратненькие все нормально да ну вот это я сейчас не не дословно повторяю слова я сам текст не придумывала вот все нормально но есть ряд людей у которых это допустимо спрашивать вот к примеру к примеру это не тот пример я не сравниваю этих людей другие из дну сейчас с кем-то у меня в жизни было несколько ситуаций когда вот какой толкаш на улице и вроде бы с ним он что-то спросил там с ним начинаешь задать это не сейчас это вот ранее было я не знаю и спрашиваешь его почему же вы пьете то ну вот вам же наоборот нужно вставать до ноги вы так себя свою жизнь погубить вот это примерно из этой же серии то есть если в жопе сейчас ну если в жизни сейчас жопа то лучше уточнить почему так вот я девочки не сказала самого главного я сказал уже что я не буду рассказывать все вы прямо выносить я не сказала самого главного и не знаю ну может быть и не следует сейчас это говорить но я скажу но доказательства не буду прикладывать они сами себя показали на весь мир они снимались в передачи в знаменитой передаче и там они сами про себя все рассказали и когда мне наши все 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 стали говорить про это про все да что они снимались передачи кто-то посмотрел передачу кто-то не посмотрел со слов рассказал кто-то что-то как-то и сплетни собирать я тоже не хочу я пришла я цель на братья блин вот если у меня соседка живет на которой я мало чего знаю я не могу к ней прикиска расскажите кого мне о своей жизни ну не могу а эти да лена с ульяной не дадут соврать потому что я ссылку на эту передачу им кидала вот и вера опять же вера передачу не фига не смотрела просто она также со слов ну а я смотрела я а вот и я когда их спросила говорю вы снимались на таком-то канале она говорит нет не на таком она таком далеко конкретно такого числа она мне сказала и она они сами начали рассказать я пришла с ней познакомиться и узнать ее размер одежды вот какая моя задача была мне люди сами начали рассказать и такое ощущение у меня потом сложилось что но я вам же опять этого не сказала потому что я про эту передачу вам в принципе не говорила как будто бы я уже эту передачу посмотрела и они она мне прямо то там все откровенно было я не могу вам сказать потому что вы начнете как раз таки многие осуждать ее критиковать оскорблять и там все угодно а я считаю что в жизни можно совершить ну да не не можно ну то есть но ошибки все совершают не совершает только тот кто ничего не делает и поэтому ну поэтому вот так поэтому вот так и я нет ни на законных основаниях спрашивала это но она блин не сама все я говорю я посмотрю обязательно эту передачу только скажите там действительно правда они мне сказали что да там в принципе все правда но единственное что кое-что приукрасили и вот вы знаете я когда но они же не рассказали с ними полтора часа разговаривала когда я смотрел эту передачу я увидела эти моменты которые приукрасили хотя они нет вы не сказали они ну они сказали просто если бы они так не сделали ну вообще там что-то не добавили бы своего то это передача бы не вышла в эфир и поэтому они даже вот почему-то изменили на год ей прибавили на год ему прибавили я не поняла вообще с чем это связано то что когда я у них спросила сколько вам лет они мне сказали а вот в передаче другой возраст так что девочки ну блин я не буду не буду не скажу какая передача вот и да что я еще хотел сказать ну в общем а вот мы с викой я говорю вика давай говорю пройдемся когда хотела вот эту болталку записать я хотел ее записать отдельно на комментарии поотвечать комментарии к тому же половины нет даже может больше половины нет поэтому я ну не стала хотела домик сфотографировать дачный чтобы все поняли не внутри я так и не не ходила туда хотя они были музыку слушали ну то есть я их слышала ну не получилось как-то вот но я хотела сфотографировать чтобы вы увидели даже теоретически может быть там одна из рам который у нас сарае осталось методов и две надо думала ли одна там покрепче послабже но теоретически я бы даже и мраму отдала потому что разбито одно окно а вот мне тоже говорили люди значит если они арендуют на дачный сезон значит они же куда-то уходят потом жить такая сказала что у них есть где жить ну есть держит причем он работает там где это место я знаю когда несколько не работает я прям будто я знаю я прям ну ну почти общих знакомых назвали и просто смотрите у меня к корректно спрашивать сколько я зарабатываю или еще что-то а значит мне писать то что я некорректные вопросы давала еще что это нормально был вопрос я спросила у вас там сдельные сдельная но а сколько примерно выходит чтобы не вообще для понимания как они живут как они существуют раз у нас такая беседа зашла ну вообще вообще нормальные вопросы давала ну неужели вы думаете что я подойду на улицу к любому встречному поперечному и спрошу нет конечно но тут ну блин просто так сложилась я то вам рассказала вот именно результат того что я хочу сделать ну скажем так если я посчитала нужным обои ну вот отложить пока до их когда мы купили эту дачу девочки что там творилось я эти обои были я почему их не выбрасывала что как вариант я не знала будут ли у нас возможность обшить стены или не будет этой возможности я поэтому оставила в любом случае на сезон чтобы вас чистыми обои просто с чистым пусть они уже желтые но они чистые это лучше чем но я говорю я не сфотографировала я не буду фотографировать этот дом уже специально просто мы на даче еще будем и кружок сделаем и я буду блог снимать я покажу этот дом и увидите потом я говорю ведро этот биотуалет есть как его называют доместос который убивает все микробы блин он у меня есть в конце концов я бы могла им дать вручить и доместос и этот туалет блин чтоб помыли но это всяко лучше чем ходить в ямку блять без просите без а вообще стены туалет вы ходите но здесь его просто помыть и большего никто не будет проточно водой все это смыть ну я не знаю я не вижу я реально говорю что но если возможности нет что-то приобрести это лучше и посуда также с посудой и живут они у них не квартира комната общежития видела эту комнату все там нормально но извините меня они не собирались приобретать вернее арендовать это уже кашель заканчивается был сильный а вот арендовать этот домик но просто сделали потому что так лучше поэтому ладно поэтому все нормально девочки я говорю я просто с бухты баракты ни у кого ничего не спрошу и субординацию я соблюдаю и блин я не знаю и я никогда не хочу человека ничем обидеть поэтому то что на меня как-то накинулись это но это нормально это очень нормально я читала я не офигевала бывает такое офигеваешь и дружбу из чего вдруг такие выводы а здесь нет это допустимо совершенно вот поэтому каждый слышит то что хочет слышать а если уже мысли пошла да вот услышал то что блин что-то смутило начинаешь комментарии писать то уже дальше в принципе не слушаешь а у многих кстати так многие пишут так комментарии не оставляет не останавливают видео а просто начинают писать комментарии и ну вы поняли этом машинкам как сейчас как ракета взлетит и еще девочки значит ну в общем давайте каждая кто-то каждый останется при своем мнении поэтому короче и еще хотела что сказать мне как-то спрашивали оксан не хочешь ли ты себе робот пылесос девочки я сказала если мне предложат на обзор я соглашусь но не на все подряд потому что много такого предлагали и мне девочки предложили я в шоке ну честно я говорю в шоке мне предложили робот пылесос дорогой я согласилась но это глупо было бы если мне не соглашаться правильно поэтому я надеюсь на ваше понимание а еще очень у многих есть такая привычка дурацкая когда пишут и тебе на халяву прислали блин почему за бесплатно не брать а потом выбрасывать я во-первых никогда ничего не выбрасывая есть кому отдавать дарить отдавать это лёшиного отца жене я просто отдаю допустим если мне не нужно она примерно комплекции как и я примерно низ наверное по похудей а верх то грудь у него большая вот то есть мне есть куда отдать а вот допустим девчонкам каким-то я могу делать какие-то приятности небольшие вот а здесь как бы немножко я про что говорю что когда вы мне пишите на халяву заработайте эту халяву заслужите вы же тоже вот вам и предложили на халяву вы бы согласились правильно соответственно вот мне предложили на обзор сейчас этот пылесос девочки я еще такая думаю сейчас я почитаю характеристики а потом когда я увидела сколько он стоит я просто подумал чем и характеристики читать там 5 баллов он за ну 5 звезд думаю зачем характеристики читать даже не читала девчонки потому что ну за такие деньги как бы я думаю что он хороший я пока ничего не могу сказать я ничего не читал я согласилась сразу увидела цену потому что ну блин не каждому каналу это предложить не каждому блогеру мы разберемся с ним точнее лёша разберется мне расскажет вот и я надеюсь он меня будет радовать да то есть сама я бы не хотела а раз вот мне предложили почему вы не тем более хорошо хороший пылесос так что так что я надеюсь на ваше понимание естественно те комментарии где будет гадости проект пылесос написаны гадости в плане там тебе на халяву прислали еще что-то я прям буду людей блокировать ну прям буду ну неужели блин я должна это оставлять но если я сейчас данный момент прошу а а я мы не смотрели но не смотрели динут вот то что я сейчас говорю ну и фиг бы с ним значит значит такая судьба вот и все спит спитая девочки здесь с автоматом тут красный так что вот так что ладно пойду я собираться на улицу спасибо что были со мной а завтра влог снимем какой-нибудь небольшой потому что я хочу сейчас вот арсений дома я прямо и он тоже мамочка мам так вот обычно все это быстро 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 понимаете ревностно где-то что-то как-то и поэтому спасибо что были со мной пока пока